Фонд развития предпринимательства ДАМУ за прошедший год поддержал более 900 бизнес-проектов региона на общую сумму 62 миллиардов тенге. О самых ярких представителях мы расскажем в нашем материале. Павлодарский образовательный центр обратился в фонд в прошлом году с целью приобретения оборудования, мебели, технического ремонта в арендуемом двухэтажном помещении. Все это нужно, чтобы предприятие получило лицензию на открытие школы для начальных классов. В итоге был выделен льготный кредит на 61 миллион тенге. В учреждении 10 кабинетов, каждый из которых рассчитан на 12 учеников. В настоящее время учаются более 200 учащихся. И сейчас, как бы, благодаря данному финансированию мы улучшаем наши условия нашего центра. У нас будет внизу оборудование кафетерий для наших детей, чтобы дети всегда в любое время могли перекусить. Также второй этаж мы запускаем, будем покупать оборудование, интерактивные доски, улучшать все условия нашего центра для населения города Павлодара. Занимается подготовкой к школе для детей от 6 лет и старше. Первые и четвертые классы – это работа над пробелами. Также у нас есть английский язык для всех возрастов от 6 и старше, то есть неограниченный возраст. Казахский язык есть. Помощь от Фонда развития предпринимательства получил и другой бизнес-проект. Это фирма по производству мебели. Они обеспечены всем необходимым оборудованием. Станок для обработки древесины, обрезанный станок многопильный, шлифовальная машина, электроинструменты, машины швейные. Целевой аудиторией является население со средним доходом. Фонд оказал содействие в получении 50-миллионного льготного кредита, где больше половины процентной ставки оплачивается государством. На часть этих средств был приобретен земельный участок, где построили цех по производству мебели. В неделю компания изготавливает более 70 диванов. Диваны у нас шьются из качественных материалов. Материалы привозятся с фирмы ТАВИ, Арбен, Стеклоцентр. В день одна швия шьет три дивана. Кроме производства мебели, фонд помог запустить цех по изготовлению биметаллических радиаторов. Был закуплен немецкий литейный комплекс, аналогов которых в стране нет. Техника отливает изделия из цветных металлов, в частности для производства батарей. Все процессы автоматизированы и не требуют участия человека. В год фирма выпускает более 250 тысяч секций, но потенциал у машины гораздо больше. Для этого нам необходимо приобрести автоматизированные линии покраски, механической обработки. Можем наладить выпуск чисто алюминиевых радиаторов, выйти где-то до 1 миллиона секций в год. Чтобы просто получить отливки, две секции с форума выходят, достаточно там два человека участия. Один запускает и в печку подает металл, и второй человек только забирает секции. То есть комплекс сейчас этот закольцован и автоматизирован с помощью поддержки государства и запуска этого проекта. Налоговые отчисления в местный бюджет у нас увеличились. Сейчас за прошлый год составило и позапрошлый 500 миллионов тенге. Сейчас пока стоимость наших батарей, к сожалению, немножко уступает китайским, но по качеству однозначно 100% могу сказать, что наши батареи по качеству лучше намного, чем китайские. Фонд развития предпринимательства предлагает для поводарских бизнесменов услуги на получение льготной ставки, субсидирование и гарантирование кредитов. Только за прошедший год была оказана поддержка 904 новым проектам на общую сумму кредита 62 миллиарда тенге. По инструменту субсидирования 637 новых проектов на сумму кредитов более 39 миллиардов тенге. И по инструменту гарантирования 267 новых проектов на сумму кредитов более 23 миллиардов тенге. По сравнению с прошлыми годами, вот я отметил цифру более 11 миллиардов тенге выплаченных субсидий по итогам 2023 года. Это сумма больше, чем, допустим, сумма выплаченных субсидий за 2022 год и 2021 вместе взятые. То есть необходимо отметить, что бюджет программы очень сильно вырос. В разрезе отраслей экономике больше всего поддержка оказывалась обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также ремонту автомобилей и мотоциклов. Субсидии.